Хай лимон, сайт лимон, сегодня у нас обзор на еще одну новиночку от компании СБ, это Свинкс Ковал. Вот он, давайте открывать и смотреть на него. Свинкс Ковал, вот такой он, он массивный, кажется, что массивный, но он такой, не сильно такой тяжелый, я бы сказал. Он выглядит так вот прикольно, он красивый, с одной стороны получается тут два выступа вот таких защитных, а с этой стороны целых три, и по бокам он выглядит как будто бы тут два мяча, или даже не мячи, это как его уж, корона, вот это с Финкса получается. Ну, короче, сзади вот такой пластик, у него такой больше светло-карий, и такой прозрачно-коричневый, серединка матово-бирюзовая, да. Опять же, тут СБ, вместо того, чтобы написать Бэйблэйд, они пишут Бэйкс 27. Интересно будет, как у себя будут вести себя на арене, как этот слой будут показывать себе, по бокам он вот так вот. Ну, надо смотреть. Рэчет, 9.80, вот это выглядит красиво. Это Украина, скоро перемога. Это первый Рэчет 9.60, ну или просто девятка, вышла у Феникса Винга, у него был 9.60, а вот через два месяца вышел Сфинкс Ковелл, и тут был 9.80. Надо посмотреть, как это, ну, он поможет, интересно, Сфинксу не взрываться, или наоборот будет помогать ему взрываться чаще. Уникальный новый бит, это Гир Нидл. Это самый такой широкий, по-моему, Нидл. В чем прикол Гир Нидла, это то, что вот он, обычный Нидл, и вот Гир Нидл. Это получается то, что зубчики прям очень выше, и типа, с помощью них можно сделать экстрим дальше, вот типа, но... Не, типа, с ними тоже можно сделать экстрим дальше, но вероятность, что с ними будет больше, типа, если он сильно наклонится, он сможет разогнаться и пойти на экстрим, блин. Но, надо смотреть, сможет ли он так делать. Мне нравится то, что СБ меняются, они, чтобы вы поняли, вот предыдущий СБшный Нидл, и вот новый Гир Нидл. Вы видите, что он не делал так же, как и в оригинале, то есть вот такую, получается, палочку, а не так, как у атакующих балансирующих боев. Вот, вот весь бэй, давайте соберем. Та-да, вот он, Sphinx Coval. Выглядит мощно. Ну что, погнали тестировать Sphinx Coval на экстрим-арене против X-бэев. Так, первый запуск Sphinx, посмотрите, как он себя ведет на арене просто, с ниточного пускателя. Три, два, один, первое. Так же, понял. Хорошо. Ладно, погнали тестить. Давайте пройдемся... Ну, давайте начнем с собрать его под защит. Первый заперлик, это Stone Moon Bros. Свинкс Coval выиграл. Ну, давайте далеко не отходим. Начал следующий. Котик с Свинкс. Интересно, кто выиграет этот Свинкс? Обычный бэй на Ниддли или на... Экстрим? Офигеть, экстрим финиш. Начал выиграл. Хо-хо-хо-хо. Следующий соперник, это у нас Рина Хор. Как себя покажет Ирина, интересно, против свинкса. Синкс уже наклоняется. Но нет, все-таки свинкс выйдет. Хайтландс! Хайтландс идёт, бой! Его доливают просто. Хорошо, выносливо. Пойдёт в вайпер-тейл. Опа! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! У нас тут сокрушительная победа. Синкс взорвал вайпер-тейла. Ой, вайпер-тейла, господи. Следующий у нас идёт визард-эррор. Давай, сможем взорвать визард-эрор. Дефенс или стамида. Вот кто выиграл. Это интересно. Давай. Сфинкс, наклони его. И... Да ладно, нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй-яй, выносливость выиграл. Уже Эрол выиграл. Ладно. Вайпер-тейл. Держи, сохраняющийся. Это прошлый бей, который был у меня на обзоре. Ссылочка на него будет в расстании. Чтобы кто-то не видел, посмотрите. Он себя показал. Я и буду говорить, что я себя показал. Увидите всё в ролике. Там ролик он не сражался против Сфинкса, потому что Сфинкс у меня ещё будет он был запечатан. И у нас победа за Сфинкс. Он выиграл Вайбром. Позор, Вайбром. Позор. Визард-эрор. Сфинкс. Я хочу, чтобы кто-то отправил Сфинкса на экстрим дэш. Я хочу посмотреть, как гоняет Сфинкс. Сфинкс выкинул Визарда. Офигеть. Ладно. Так, следующий у нас бей. Это балансирующий. Типа... Хэр-сайд. Что с тобой, мужик? Ты что? Ёпс. У меня много вопросов, почему так сайдси. Идёк. Вперёд просто. Ладно. Окей. Выиграл Винкс. Следующий хэр-счейн. Я хочу, чтобы ему посыкаться, чтобы в варианте. О, это был стрим дэш на... А- NEH. Он проиграл. Как? Ой-ой-ой! О, как ли, он у нас выпендрился. Молодец. Экстрим дэш выкинул у Сфинкса. Хвиля, адень. Вот такая. Сфинкс. Юниклон. опять у них он тоже гоняет тоже так по всей арене что с вами не так и он захвался у защитных 4 у меня 4 защитных выгол 4 выносит у меня с 4 баланса тут выгол ли он у меня тут 6 атаки кто из них выиграет и я без понятия первый начнет сам у нас слабенький это это был очевидный самый слабенький еще это было шар кейдж выкинул swing ладно хорошо хорошо бабаль дрейк давай удиви нас удивить давай давай Да, он просто удивит, за что он проиграл. Ладно. Дрансфорд. Дрансфорд просто разнулся, он не дает свинксу даже передышкой. Да ладно, свинкс уйдет. Нет, Уриша. А не, 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 Дрансфорд играл, а вот Сфинкс играл. Следующий соперник Драндаггер. Ладно, Сфинкс выиграл Драндаггера. И последний бей, самый агрессивный у нас. Вау, Сфинкс одолел Кеникс. Ну что, итоги. Сфинкс себя пока ждал мощно. Он проиграл шарку из атакующих, шарку и Драну. Из балансирующих проиграл Леону. Из бонусных играл Бизерду, я удивлю. А из защиток он проиграл только, ну, щилку. То есть, грубо говоря, он проиграл классик, то есть, классической первой четверки в БФХ. Но, я просто удивлялся, что-то Хеллсайд очень как-то себя вёл, очень круто и странно на арене. Ну, короче. Брать ли Сфинкса, брать. Потому что он классный, типа. Он, вы видели сами, как он себя показывает на арене. Он себя хорошо показывал на арене. Так что он достоин моей похвалы. С вами был я, Антон. Подписывайтесь на мой телеграм. Не забывайте поставить лайк. Написать в комментарии. Всем удачи. Всем пока.